Кто стал обладателем Золотой Гагары, мы расскажем чуть позже, а пока чем еще запомнился заключительный день. Практически все экологические проблемы сегодня подняли участники фестиваля. Говорили о лесных пожарах, загрязнении воздуха, нефтяных разливах и горах непереработанного мусора. За круглым столом они пообщались с депутатами окружной думы, первыми лицами регионального правительства, а также с руководителями контрольно-надзорных органов. Светлана Славкина обо всем подробнее. Собирать участников и представителей власти за круглым столом по вопросам экологии в традициях международного телефестиваля «Спасти и сохранить». Журналисты, приехавшие из разных уголков страны, замечают, что Югра нередко фигурирует на федеральных каналах. Например, сейчас отсюда поступают тревожные новости о лесных пожарах. Количество лесных пожаров у нас выросло в этом году в 1,6 раза, а по площади в 6,5 раз. Основная доля пришлась у нас на Кандинский район, порядка 90% по площади. Это как раз тот район, который у нас граничит с Тюменской областью и со Свердловской. На тушении лесов в Югре брошены серьезные силы. Возникающие очаги сегодня оперативно ликвидируются. Более того, округ помогает и другим регионам. Например, в Тюменской области в мае работало более полусотни наших специалистов, а несколько летчиков-наблюдателей остаются там до сих пор. Участники фестиваля интересовались и крупным ЧП, случившимся весной под Нижневартовском в акватории Аби. Авария на газопродуктопроводе тоже гремела на всю страну, поэтому журналисты спрашивали о последствиях. По сути, выходило на поверхность, когда налет – это газ, почему он и горел. Когда говорят о загрязнении нефтепродуктами, да в реке практически загрязнений как такового и не было. А у загрязнения атмосферного воздуха, да, тем более рядом находится город, здесь было. Обсуждали и дальнейшие перспективы по сохранению экологии. Например, сегодня на мировой арене все чаще говорят о необходимости введения углеродного налога, которым планируется облагать всю продукцию, которая имеет так называемый углеродный след. Власти Югры поделились своим мнением на этот счет. Пока еще конкретных документов нет, но об этом очень активно говорят представители европейского сообщества. И, соответственно, конечно, весь мир к этому должен готовиться, и мы в том числе. И для нас, для региона, который является ключевым с точки зрения добычи нефти и газа для всей страны, и понятно, что эта продукция поставляется в Европу, нам, конечно, к этому надо готовиться. Как минимум, это вопрос изучать и создавать центры компетенции. В завершении встречи участники «Круглого стола» приняли манифест 25-го международного телефестиваля «Спасти и сохранить», в котором сказали свое «да» грамотной природоохранной политике и экологической культуре. Светлана Славкина, Сергей Ваяшко, Вести Югория, Ханты-Мансийск. Заключительная творческая встреча в рамках 25-го международного экологического телефестиваля прошла сегодня с Андреем Гудковым. Профессиональный фотограф National Geographic рассказал слушателям, как сделать тот самый лучший кадр. Андрей Гудков поделился с участниками целой технологии создания успешных снимков. Огромная работа стоит за подготовкой. Например, чтобы сделать свою фотографию лошадей, было просчитано не только движение солнца, но и траектория, по которой животные бежали. Их подбирали по характеру, а за кадром укротители гнали белогривых хлыстами, не давая выйти из кадра. Еще множество снимков и историй их создания узнали сегодня зрители и гости фестиваля, получив ценные советы и незабываемый опыт. Я подготовил 6 или 7 кадров из своих съемок. Хочу немножко уйти от технических формулировок. Хочу рассказать, как происходила съемка, какие необходимые действия нужно делать, какая подготовка к каждому кадру. За каждым кадром стоит некий бэкстейдж. Итак, главные новости. Победителем 25-го международного экологического телефестиваля «Спасти и сохранить» становится серия сюжетов о проблемах экологии арктического региона, представленная творческим коллективом ГТРК «Ямал». Один из сюжетов «Арктический патруль» рассказывает об особенностях охоты на медведей на Ямале. Как не попасть в его лапы, хорошо знают местные жители и лесники. Чтобы после весны различные животные смогли утолить голод, по лесу раскладываются солонцы. Это не привычная человеку соль, а минеральные вещества и кальций, помогающие восстановить силу после долгой зимы. Еще одна работа о вакцинации «Лаек», в которой рассказывается, как тундровики прививают четвероногих помощниц от бешенства. Есть материалы об кочевом образовании. То, что сегодня необходимо, например, женщина сегодня уходит из тундры, а если женщина уйдет из тундры, то это может ударить по всему коренному народу, в том числе и по традиционным отраслям. Это тоже проблемы, которые тоже нужно решать. Таким нам запомнился 25-й международный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить». До свидания.